в кадре. Здравствуйте. Нам, как всегда, весело. Вот, несмотря ни на что. Мы сейчас находимся в эфире, да? В какую группу мы... За референдум. За референдум, да? Одноклассники мы сегодня пропустили. Но ничего страшного. Вот. Итак, друзья, наши новости сегодня четверг, 13 июня 2019 года. И мы всё ещё собираем подписи. Или мы уже собираем подписи. Или мы пока собираем подписи. Вот. У нас сейчас, конечно, очень много писем приходит. На самом деле мы немножко в завале. И по факту лета кто-то мог работать с нами только три месяца на проекте. И сейчас вернулся на свою реальную работу. Потому что нельзя терять работу. нужно чем-то кормиться, получать деньги. Вот. Нас становится немножко меньше в нашей команде. Вот два человека пошли работать. И... Ну, приходят новые люди. Но сложно вводить в проект. И юридически. И там много нюансов. В общем, сегодня Танюша прочитала нарекания, что... Что там написали тебе про... Что у нас сайт зареферендумнарод.ру две недели не обновляется. Попросили, да? Да. Две недели не обновляется. Это имеется в виду дневник. Наш дневник, который, собственно говоря, я вела после трансляции. Нас заполнение одной странички дневника занимает от часу до почти двух. Друзья, просто не хватает сил. Извините. И нужно подключить, чтобы все научились это делать. А так у нас только два человека в теме, кто умеет это делать. И... Ну, просто не успеваем. Нет времени. Мы сейчас... Вот эти дни... И я выезжала. И сейчас много писем. Сегодня целый день сидели. Вчетвером только конверты вскрывали. И все это... У меня сегодня были планы пойти в организацию. У нас же сегодня поход в организацию. В четверг я специально освободила от работы. Себе выделила день для похода. Я собиралась к Кургиняну. Написала ему письмо. Предполагаю, что, может быть, я его не застану. Написала письмо депутатам. Уже отправляю всем депутатам. Собиралась пойти с плакатом Конституционное собрание для депутатов. Требуем, да. Да, требуем. Нас уже миллион. О! Сегодня прекрасная новость. Как раз касается походов по организации. Вчера Евгений Алексеевич объявил в радионод, что с учетом организации мы собрали миллион подписей. Экватор пройден, сказал он. Ну, так что, слава Богу, конечно, движется. Мы на радостях, да. И сегодня мы тоже разбирали у нас горы писем. В общем, и не успели, к сожалению, сходить. Мы такого результата не даем, поскольку все-таки и собирают казаки, и из Петербурга подключились казаки, и кто-то из профсоюзов там, я знаю, слыхала, работают. Так что народ работает. Ну, мы на своем участке, на нашем Нодовском фронте, мы действуем здесь. И здесь у нас тоже хорошие новости, увеличение. Но пока мы не сосчитали, друзья, пока еще мы не забили это. Все цифры. Ну, с каждым днем в прогрессе увеличивается поступление писем. И это нормально. Да, я думаю, что вот завтра мы пойдем опять на почту. Я боюсь, что будет сильно тяжелее, чем было позавчера. Сегодня на пикете я встретила, стою и вижу, идут ребята в красных футболках, красные билеты у них. И я вспомнила, мы с ними шли, юнормейцы они. И мы с ними шли 9 мая, в том году несли масштабное знамя победы, в общем, бессмертному полку. И значит... В этом году? В том году. В том году. В том году с ними несли. В этом году кто-то другой. А в этом году они акцию делали. Мы в эфире. И я подошла к... Ну, они ребята все там, ну, 12-13 такие лет. И я подбежала к их... Ну, их сопровождали взрослые. Говорю, вот патриотические газеты, мы с вами несли с нами, коротко им рассказала. Говорю, присоединяйтесь к сбору подписей. Они так немножко, наверное, а я на таких радостях, с радостью набросила. Они говорят, о, прочитаем обязательно. Так что, может, юнормейцы тоже присоединятся. Да, ну... Потихоньку. На самом деле, друзья, очень значимо то, что мы делаем. И я обращаюсь к моим соратникам, к активистам национально-освободительного движения. Лето. Сложно. Не уходим с нашего поста. Держим эстафету. Мы определяем. Сегодня общественное сознание очень сильно и значительно. Сейчас, вот, в частности, какая у нас инициатива и призыв. Сейчас идут... Я сегодня утром проснулась, у меня в телефоне сразу раз и выскочила ваш вопрос Путину. Там, видимо, приставка какая-то. Каким-то образом это первое было, что у меня я взяла посмотреть время. И раз. И, значит, я сразу написала вопрос. Тут же. Потому что там, хотите снять видео? Ну, нет. Думаю, в кровати. Видео не буду снимать. Конечно, мы привыкли говорить легко в эфир сразу. Но думаю, ладно, напишу. Написала вопрос, когда будет расследование событий 91-го года и преступлений Горбачева. Ну, не преступления. Я написала именно правовая оценка событиям высших силовых должностей и непосредственно Горбачева. В общем, вот такая тема прозвучала от меня. И я думаю, что нам всем нужно, может быть, именно на этом сосредоточиться, может, на 15-4. То есть на наших пунктах, если мы завалим вот этот автомат, который собирает вопросы нашими, именно нашей тематикой, это будет значительным продвижением к референдуму, друзья. И вот с этим призывом вот мы обращаемся к вам. Как ты думаешь, Олег? Ты сегодня тоже, я видела, писал, да? Что ты написал? Ну, я написал по экосистеме города, потому что сейчас, ну, просто уничтожается. То есть намеренно или не намеренно, но уничтожает экосистему города. Просто вышкрябывают эту почву, исчезает трава, исчезает насекомое, птицы, деревья рубят. Кроме того, они понимают, для чего наши советские предки садили тополя. Тополь – это самое городское растение, мягкая порода. Она впитывает в себя все нечистоты, газы, из почвы вытягивает тяжелые металлы. Сейчас вот люди недовольны, что якобы пуха много, надо эти тополи все ликвидировать. Кстати, есть тополя, которые пух не дают. Вот я у себя посадила не дающий пух. Я не знаю, как они с точки зрения… Вообще, в советское время была целая культура, и это все есть, это все знают, в специальных учебниках старых все написано. Городские насаждения, там дерен, вот эти очень много видов кустов, которые именно в городе, именно они там собирают все, что надо, и правильно, и выживают. Главное, я посмотрела, у нас сейчас вот здесь посадили курильский чай, ну, лапчатку декоративную, маленькую, да она помрет там, она не высидит вообще. Ну, это че? А люди относятся к своим обязанностям формально, как роботы. Вот у них написано, посадить столько-то. Они засунули в землю эти, и пошли дальше. А то, что там 80% у нас здесь под домом, значит, никому не важно, сажали, значит, сажали, посадили, ну, рассада шиповника, она в горшках, они прямо с горшками посадили. Там я смотрю, думаю, что тебе делать? То есть, кто-то обнаружил, а, они померли, эти цветы, они на следующий год выкапывали их из этих горшки и пересаживали, значит, снова там половина загнулась. Вот тебе, пожалуйста, это к слову о том, как осуществляется, насколько профессионально осуществляются посадки. То есть, это... Ну, то есть, должны заниматься делом ученые, биологи, почвоведы, а не так, что пришли ребята из Киргизии, из Таджикистана, просто вот формально засунули. мы с тобой прекрасно понимаем, что город, как система, создан совершенно для других целей. Почему людей, так сказать, манипулируя людьми, их переселяют в города? Первое. В городе людьми управлять легче, уничтожать их легче, под видимым комфортом происходит на самом деле невидимый геноцид, деньги собирать легче, и самое главное, человек, который живет на земле, он независим. Раз. Второе. Он прямо мыслит простыми вещами, пища хорошая, там, жизнь, отдых, счастье, дети, семья, и человеку, который пришел как посредник, чтобы влезть, и что-то там откусячить себе, отхомячить, обмануть, очень сложно в этой ситуации, потому что он не может быть незамеченным, его, вот это посредничество и обман, вот в чем, в городе тебя переводят в сплошных посредников, ты не отслеживаешь, ты находишься в цифровом окружении, ты вообще не понимаешь, где тебя кидают, в каком месте, да, вот, внедряли эти стоянки, если на то говорить уже, под каким соусом внедряли, под тем, что все будет прекрасно, друзья, меньше будет машин, больше будет места, потому что никто не хочет платить, в итоге эти бешеные деньги, там совершенно сказочные истории о том, что 6 миллиардов, что-то или 8 миллиардов спонсировала Москва, все это убыточно минус 1 миллиард, а собрали 40 миллиардов бабла, кто-то там сосчитал, понятно, да, то есть мы с вами еще оплачиваем раз, потом оплачиваем через дотации города два, там, видимо, из налогов, из бюджета, и потом, значит, им еще не хватает, у них еще минуса, а вот 540, которые собрали, понимаешь, золотые бордюры не построили, да, вот, поэтому, друзья, идем к светлому будущему исключительно через... Все идем жить на земле, будем жить в домиках, правильно, Семена Николаевна? Ну, а что? Это надо учитывать. Без домиков жить не будет. А что? Будем строить однотипные дома, бесплатное жилье будем давать тем, кто готов жить на земле, заниматься сельским хозяйством, правильно? Будем поднимать сельское хозяйство. Должна быть госпрограмма. Госпрограмма. Сегодня у нас на пеките подошла женщина и рассказала, то ли она работала, то ли она работает, то ли у нее кто-то родственники работают на заводе коньячных вин в Кизляре, да, по-моему, в Кизляре. И рассказывала, как у них делали подарочные коньяки для инаугурации президента, вот в прошлой инаугурации Путина. То есть и там сейчас какие-то люди хотят наложить на это лапу и все это приватизировать себе, а там есть бесценные спирты, которые являются вот, собственно говоря, ценностью вот эти, видимо, коньячные какие-то вот это наследие, вот эти и это, кстати, там, условно говоря, последний государственный объект. Татьяна Николаевна, но это не самое страшное, что приватизировали. Они еще не приватизировали, но... Ну, это я говорю, я просто к тому... Учитывая то, что какие-нибудь заводы приватизировали и предприятия в 90-е, и что это нужно? Но мысль моя была о чем? О том, что все то, что касается алкогольной продукции, в любом случае предстоит возвращать в управление государством, в собственность государства. Ну, контроль должен быть какой-то, конечно. Потому что не говоря о том, что это сверхприбыли, да, нужно понимать о том, что и продажа детям, вот я к чему вспомнила об этом, потому что вот в Чечне, да, у них алкоголь продается 2 часа в день, днем, и на каких-то там окраинах города. У них здоровая нация растет, у них молодежь танцует, стреляет, спортом занимается, и поет песни национальные. Вот о чем нужно наполнять городскую среду. А мы здесь выходим в музей Москвы и большая вывеска вино и еда. Идет молодежь топами в институт, и вот это зомбирует в глаза тебе вино и еда, вино и еда. Мы против. Мы против. И в наших бланках возрождение традиционной национальной культуры многонационального народа России, точнее, традиционной культуры многонационального народа России, это 8-9 пункт во втором бланке, в четвертом бланке, да. И те голоса, которые сегодня люди отдают за эту тему, да, это вот у нас уже там приближается к 100 тысячам голоса. Мы с вами помним, что на РОИ 100 тысяч это что там, подача к президенту или на рассмотрение законопроекта. То есть у нас подписаны с паспортными данными очень ценные голоса людей, которые требуют возрождения традиционной культуры. И мы направим эти копии этих писем, этих бланков с сопроводительным письмом, с разъяснительным, соберем еще круглые столы, друзья, на эту тему. К осени мы все это подготовим, сформулируем более четко и будем выходить на Министерство культуры, на Министерство образования, на другие профильные министерства, которые связаны вот с этой тематикой, с ремеслами, со всеми остальными. Это вот то, что касается именно этой темы. Что касается природопользования, это вот то, что, Олег, ты говоришь, это 9,2 национальное достояние в собственность народа. И убрать из частных рук. И тогда эти вопросы, которые встают, вот, как ты говоришь, и в городе. И я, кстати, думала, а какой будет город? Я ехала по окраинам, идут стройки огромные, и я как архитектор, я думаю, как мы будем это сносить? И в центре, особенно в центре, где вот это встраивается в старый центр, и это я по Питеру ехала. Я ехала по окраинам Питера, там идут огромные стройки. И я понимаю, что не нужен такой город. И там емкость определенная города, исторический центр, он ценен как памятник, он уникальнейший памятник. Это за одно столетие построенный целый огромный город, там в два столетия уложился. И это в мире нет нигде такого города, который вот сформировался в такой короткий период. И четко все, весь, и вот это окраины, и хорошо там хоть внутри мало влезает, но тоже уже влезут вовсю. Я думаю, ага, ну, наверное, какие-то внутренние подрывы должны быть, раз, раз, раз. Я говорю, а кто разбирать будет? Роботы, наверное, будут разбирать. Ну, вот у меня мышление дальше, что у нас здесь будет? Я сразу мыслю пространством как архитект. Значит, здесь у нас будут парки. Значит, кто у нас будет жить в городе? Студенты? Студенты. Какие будут окраины? Студенты будут жить, я думаю, будут учиться, ну, типа две недели учатся в центре города, две недели, они же, у нас же интернет сейчас, да, две недели, они в своих усадьбах, там будут какие-то с картошкой, то есть общежития будут за городом, ну, вот, вот где мы сейчас все это порушим, то, что сейчас строится, там будут прекрасные такого усадебного типа общежития, да, где они будут жить с семьей, может быть, с родителями будут приезжать, там у них компьютер, они учатся, задания по компьютерам, ну, конечно, жизнь единая с физическим миром, с природой, потом они на цикл лекций, там, на две недели выезжают, живут в общежитиях прекрасных, исторических в центре Питера, учатся, 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 значит, там лекции, потом практически и самостоятельные задания, они опять в семью выезжают, вот такая вот цикличность, вот так, а потом они вместе с семьей уезжают, и приезжают новые студенты, уезжают они, потому что им хочется, потому что там в других местах еще интересней, еще прекраснее жить, и там их работа ждет вдохновенная, там какие-то другие центры, где это все происходит, научные, ну, смотря по какой специфики учатся. Для этого необходимо собрать оставаться в городе, им надо рисовать. а природу? Ну, естественно, они же будут тоже выезжать, давай сюда, мы все сделаем цикличность. Поля рисовать, да. В общем, опять же, надо понимать, что вот эта мертвая прямоугольная симметричная архитектура, она и подавляет сознание человека, то есть она благоприятно действует на зомби-программы сознания. подожди, Олег, если ты пошел по архитектуре, то ты сидишь, это ты не тронешь, я сейчас поставлю ответ. Тут, во-первых, друзья мои, тогда уже, раз мы зашли, еще два слова, мы сегодня отвлеченно немножко перетрудились, простите нас, я только что в Питере имела возможность насладиться архитектурой, мой глаз сочился слюнями от удовольствия, если так можно сказать, каждая линия для меня, это, я когда-то это все рисовала, у меня это все в сознании сразу выстраивается, возбуждает мое такое вдохновение, и, конечно, фасады Питера, это эти все пилястры, капители различные, весь декор, окон, вот эти все русты, это совершенно великолепие художественного мастерства, и оно дается подчиненность в усложненных различных деталях, то есть, человек начинает мыслить системно, когда он видит, то, что ты говоришь, квадратные коробки влияют, это квадратные коробки, которые строят, это блочные дома, девятиэтажки, понимаешь, это там, ну, хрущевки, это современные стекляшки, упрощенные, это все действительно разрушает сознание, и вот эти спальные районы, как бы их там не раскрашивали квадратиками, кубиками, это нонсенс, люди не муравьи, и идет дегуманизация общества, вот в таких спальных районах это однозначно, и слава богу, у нас страна огромная, земли хватит на всех, и мы будем расселять города основательно, но расселять так, чтобы сами хотели бежать в те места, которые мы создадим новые, вот, почему я вспомнила об этом заводе, потому что люди, которые там работают на этом заводе, почему они не могут артельно быть со собственниками вместе с государством этого завода, они же там фанаты этих всех коньячных дел искусство, это же искусство, там же эти виноградные все, и если говорить о том, что мы сегодня рекламируем коньяк, да, мне это не нравится, коньяк, это, если его только вот столько, это лекарство, все, что больше 20 грамм, это уже нельзя, и пропаганда советского периода, это геноцид нации, это пропаганда алкоголь, друзья, извините, мы вообще не пьем, я всегда против, я всегда против, и наши все соратники, вот и Олег, и Татьяна, и все, кто у нас есть, у нас вообще не берут категорически в рот, а кто у нас вообще может, у нас никто не пьет и не курит, кто из наших, никто, никаких вредных привычек, нет, кто-то один у нас курит, потому что есть бычки на балконе, я встречаю их иногда, это гости, кто, я никогда не видела, а, это сверху падает, а ты думала, нет, я думаю, что все-таки кто-то ходит, потому что их плали под мои цветы, я видела, кто-то у нас был в гостях, но так у нас никто не курит и не пьет, друзья мои, это так, кемия, так сказать, но искусство, в том числе и виноделие, виноделы, вы должны нам вообще три компьютера за это подарить, что я вам сегодня посвятила, эфир, случайно, совершенно, друзья, мы не хотели, ладно, поэтому мы простимся на другой теме, на теме о том, что еще раз я вам напоминаю, не нужно писать в адресной строчке кому за референдум или национально-освободительному движению, на абонентский ящик номер 5 мы можем написать партии национальный курс, на абонентский ящик номер 39 мы всегда обязательно пишем, Расторгуевой Татьяне Николаевне наши ящики абонентные продлены, продлили мы их до конца года, просто я вам говорю, потому что думать там три месяца, два месяца мы устали, вот, как раз были деньги и нам вашими стараниями пришли там 4-5 тысяч, мы закрыли и до конца года у нас ящики работают, поэтому собираем, спокойно продолжаем, но это не означает, что когда мы соберем конечную сумму, тогда мы только с ней начнем оперировать, оперировать мы с подписями начнем раньше, вот закроем 100 тысяч, пойдем к министерству культуры с вопросом, пойдем ко всем другим, кто касается нашу Центробанк подождать. Требую закон о конституционном собрании, депутаты, мы уже к вам идем, это в ваших силах, работайте, мы требуем изменить 13 фунт 2, 15 фунт 4. Самое главное, друзья, самое главное, это у нас наметился очень серьезный интерес, честно говоря, меня уже немножко достали, да, очень многие обращаются к нам из диаспор национальных, вот, постсоветского пространства. И мы решили сейчас просто посвятить ближайшее время вот с нашими соратниками, с Ромшем, мы определимся и постараемся удовлетворить их просьбы, распечатаем побольше бланков по СССРу и просто специализированно займемся этим вопросом, потому что очень много настойчивых писем, звонков, и на наш вот этот общий телефон звонки идут постоянно, и все больше и больше звонит Украина, жители Украины, звонит на втором месте у нас Киргизы и Казахстан, вот эти, вот этот, ну и Беларусь само собой, вот, так что, все хотят жить в едином пространстве, да, я, кстати, когда, да, в Питере много ездила на такси, и там в основном Узбекистан занимает эту поляну, да, и много было у меня разговоров, довольно далеко был форум, там, 40-50 минут нужно было ехать, и очень такие живые беседы, всех, всех простые люди хотят объединяться, то есть вообще даже нет вот этого предмета, о котором пишут в соцсетях, там где-то Медуза та же пишет, не к ночи будь упомянута, вот, о том, что никто не хочет объединяться, я вам могу сказать, что просто единодушно и конкретно я думаю, мы покажем это, пойдем по... это будет как большой праздник, люди просто будут выходить на улицу друг друга поздравлять, да, и это они просто со слезами на глазах говорят, и мне мужчина сказал, вот, как обидно, мы в Москве все вышли на 9 мая на бессмертный полк, мы несли наших дедушек, которые воевали, и никакая ни одна газета, никакое телевидение не сказала, не показала, что вся узбекская диаспора вышла в едином порыве с фотографиями своих заслуженных в Великой Отечественной войне своих героев, вот, пожалуйста, я говорю, ну, а как вы хотели, я говорю, их задача рознь сеять, нас друг с другом сталкивать, чтобы, я говорю, кто же это скажет, они, говорю, и о нас-то тоже не говорят, я говорю, так что, друзья мои, только сами люди, только мы с вами сможем освободить Отечество, да, поэтому вместе вернуть суверенитет, изменим Конституцию, и вернем суверенитет, хватит сегодня, прощаемся с вами, всего доброго, до свидания, пока-пока.